всем привет друзья с вами снова александр и на удивление сегодня вот у меня колясочка от компании тут из зили сприт называется почему на удивление это коляска действительно удивило меня когда и первый раз увидел наверное компания тут из решилась сильно так потеснить скажем так в прогулочном сегменте вот всесезонных колясочек самые популярные бренды сами наверно понимаете каких я говорю есть такие четкие устоявшиеся лидеры здесь бренды и решила навести шороху как говорится в этом сегменте и я вам скажу у них это реально получилось очень интересная колясочка напомню это литва компания тут из литва и технические характеристики в двух словах единственное но учитывая то что вы сейчас в обзоре увидите и характеристики вес у нее абсолютно нормальный 9 и 4 килограмма очень хороший диапазон регулировки спинки 100 градусов 175 с полугода до 4-5 лет не надо пугаться там 45 лет понятно что далеко не всем это надо в пять лет кататься на колясочке но поверьте мне есть случаи с особенными детьми еще что-то когда это необходимо поэтому имейте ввиду что у этой коляски достаточно большой запас прочности и он выдерживает ребенка до 22 килограмм я имею ввиду рама коляска сама выдерживает и колесная база ширина всего 56 сантиметров это очень хороший показатель вы везде спокойно заедете никакие лифты ничего вам проблем не доставят начнем изучать колясочку сверху вниз ручка у нас здесь кстати обито эко кожей здесь у нас вот сразу название выбито все так логотип все четенько комплектацию кстати входит подстаканник накидка ножки тоже будет к ней мы вернемся ручка у нас кстати регулируется просто в гигантском диапазоне поэтому вот абсолютно любого роста родитель подберет для себя нужную высоту единственное чтобы я порекомендовал попробовать пройтись с ней высоким людям потому что когда ребенок лежит вы можете просто при прогулке пинать ее видите приходится вот так вот вперед ее оттягивать чтобы я например не доставал этот момент имейте ввиду козырек тут вообще царский очень большой секцию вот эту дополнительную можно закрыть кому надо но не надо думаю закрывайтесь прекрасно все хорошо сбалансировано здесь у нас также есть на магнитиках окошечко чтоб проветрить посмотреть на ребеночка тоже очень удобно спинка кстати здесь регулируется у нас не ремешками а просто толкаем вверх и опускаем с помощью рычажочка это очень удобно так у нас также на спиночке есть здесь такой своего рода кармашек сеточкой можно что-нибудь туда упаковать так давайте посмотрим на сиденье козырек кстати здесь с абсолютно бесшумным механизмом вот вам ничего не слышно только вот шершение ткани абсолютно бесшумный механизм это тоже очень здорово здесь у нас очень очень большое сиденье она широкая высокая спинка тоже высокая с такой подушечкой съемный своего рода такая вот матрасик но не на всю спинку чисто под голову мягкие накладки на пятиточном ремне есть на ключевой зоне на паховой к сожалению нету но есть перемычках на бампере бампер тоже в к коже вот его можно по идее как калиточка откидывать если вы снимете перемычку так перемычка просто его удерживает но можно принципе так посадить ну перемычка немножечко мешает в этом отношении так подножка здесь у нас естественно тоже регулируемая вот тут ступенька и здесь подножка они в резине поэтому будет легко чистить мыть протирать там же сами понимаете всегда будет грязно поэтому в этом отношении все сделано практично кстати что касается тканей вот учитывая цену у меня вообще ноль претензий к материалам ткани здесь прекрасный тактильно приятные они стопроцентно очень практичные я такие ткани знаю хорошо легко моются чистится выглядят как по мне вообще прекрасно эти материалы вот поэтому вопросов нет давайте как обещал покажу вам накидочку на ножки накидка ножки у нас здесь вот такая она у нас с возможностью чуть-чуть открывать ну мало ли не совсем уж и жарко но все-таки хотите у тебя не совсем уж и холодно точнее говоря но вы хотите все равно накидочку использовать можно вот так вот закрыть и открыть она плотная полностью закрывает и снизу поэтому за накидочку здесь большое спасибо такая отдельно стоит нормально так денег вот такого же качества имею ввиду но в первой коляске есть хорошие свои фирменные накидки за абсолютно адекватные деньги которые ничем не уступают таким накидочкам в качестве и когда выбираете коляску и в ней нет вдруг накидки абсолютно не беда вот фирменная первая коляска накидка там плюс-минус две тысячи рублей грубо говоря вот такого качества можно смело выбирать и не строить выбор коляски исходя из того из если у той коляски что он раз накидка или нет берете фирменную первой коляске и все и не парить так давайте посмотрим на раму что здесь рамы себя представляет рама облегченная на самом деле вот учитывая вот ее размер надувные колеса они здесь надувные 9 и 4 это на самом деле абсолютно адекватный вес рама хорошо сделано все вот эти стыки крепления они все металлические это говорит о том что с надежностью все хорошо передние колеса естественно блокируемые передние здесь не надувные полиуретан лёгенькая резинка с возможностью снять колеса заблокировать с этим все в порядке задние колеса надувные с этим тоже все хорошо надувные колеса это вот залог плавности хода мягкости вот тормоз самый нормальный когда сверху мы оба раза нажимаем и соответственно мы не портим свою обувь вот на самом деле вот оденешь туфли хороший и вот пошел погулять поставил на тормоз на тебе царапина точнее грязь снял storm в общем в этом плане здесь все хорошо нормальный большой багажник доступ у него принципе не такой большой ну я видал и похуже ну зато сам багажник большой и доступ у него сбоку нет только вот сзади сейчас мы опустим посмотрим как ну да принципе ребенок лежит можно что-нибудь туда засунуть но он чуть-чуть сокращается пространство чтобы вы туда что-то положили так давайте теперь посмотрим как колясочка складывается складывается она вот честно говоря кучу я видел колясок именно я говорю сейчас про книжки которые вот так как нить одной рукой то вас сложились вот такую систему как здесь я первый раз вижу смотрите чтобы ее правильно сложить обязательно нужно опустить в лежачее положение подножку ну подножку можно потом берем то с двух сторон есть вот такие кнопки и рычажок и вот так вот это делается ой случайненько подстакане кстати если одет и его вот так вот не сдвинуть сторону он об колесо заденется и сощелкнет имейте в виду так и вот подножку что я говорил так опускаем бампер тоже естественно можно снять и получится она более или менее нормально но все же как по мне в сложенном виде вот она сейчас как будто бы чуточку крупнее тех конкурентов с кем она борется но цена качество надувные колесики материалы пространство это все компенсирует поэтому сразу имейте в виду что вот такая она в сложенном виде все открываем но открывать ее элементарно просто опа она сама себя поставил как бы знаете есть и плюсы и в такой конструкции поэтому перед покупкой я бы рекомендовал вам в первую коляску приехать попробовать живую сложить посмотреть там чего как порулить покатать и уже как говорится определиться на рулится она хорошо едет приятно очень такой собранная сбитая коляска в общем принципе у меня больших вопросов к ней нет то что вот особенность есть я вам их подметил естественно дальше уже выбирать вам я принципе все что хотел рассказать рассказал если вам обзор был полезен понятен интересен ставьте свой царский лайк это очень помогает развитию канала лица вам не трудно а мне приятно вот но вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора колясочкой для вашего ребенка ссылка на эту колеску в описании к видео на магазин первая коляска и всего доброго до свидания